Национальный колорит регионов России в столице Морел. В Вишкороле завтра открывается седьмой международный конкурс национального костюма, ранее существовавший как фестиваль. В чем суть фестиваля? Возрождение и сохранение национальных костюмов народов нашей России. Для того, чтобы подрастающее поколение понимало суть, важность и значимость народного костюма. Это не просто сегодняшняя повседневная одежда, ведь в народном костюме каждый элемент, каждый штрих, каждый орнамент, он играл определенную роль. У нас будут показывать эти коллекции разных размеров, люди разного роста, разной комплекции. Народный костюм на простого такого человека и рассчитан. И поэтому демонстраторы, когда даже одевают молодые люди, студенты или участники наших творческих коллектив, то они преображаются, они становятся совершенно другими людьми. И вот духовное восполнение сегодняшнего поколения, конечно, это очень важно, и вот как раз посредством национального костюма. Среди участников фестиваля как родственные финно-угорские регионы, Коми, Удмуртия, Марии Нижегородской, Свердловской областей, так и гости из Чувашии, Кировской, Вологодской, Тамбовской и Самарской областей. Оценивать национальное искусство жюри будет по четырем номинациям. Реконструкция костюма, современно-сценический народный костюм, современно-бытовой костюм и рукотворная кукла. Надо сказать, что в этом году в национальные костюмы облачат не простых кукол, а рукотворных, основываясь на исторических традициях того или иного народа. Подробнее о межрегиональном конкурсе национального костюма смотрите в ближайших выпусках телеканала «Регион-12». Да, хранятся. Сейчас уже не применяются нигде. Просто как музейный экспонат дома лежит. У нас нет, к сожалению. У меня нет, но у моей тети есть марийские народные костюмы. У бабушек были, но у нас теперь нет уже их. Ну, были, конечно, старые сарафаны бабушкины. Это все куда-то исчезло, потом выбросили или отдали кому-то. Раньше было, раньше было. Украинские вышиванки были. Сейчас, к сожалению, они вышли, уже, ну, как сказать, износились и больше не восстанавливаются. Некому? Нет, не хранятся. У моей свекрови, вот она работала учительницей в Зенеговском районе, да, у них вот эти были национальные костюмы. Может, до сих пор даже где-то есть дома. Держать. Потому что дети иногда играли, вот когда маленькие были, одевали, там какие-то фарточки красивые, вышитые платья, там, в общем, мне нравилось. У бабушки. Я видела, что она один раз одевает, белый такой. Там монетки какие-то висят. Ну, национальный костюм горноморийский. Я с горноморийского района, ну, остались головные уборы некоторые, а так-то украшения некоторые. У бабушки, может, в Казани, а здесь дома нет. У бабушек еще и сохранились. Так что, ну, это основа только в районах, в деревнях, ну, в городе только. Во время, если можно, каких-то морских праздников они одевают. Так что, вот, ну, никто там не жалеет, что мы же мори, не знаю, что нужно уважать свою культуру и свои костюмы. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова